Быть мамой – колоссальная духовная работа, так говорит Наталья Прокопьева. У нее 8 детей, трое родных и пятеро приемных. Бывшие воспитанники Алданского детского дома своим родным уголком называют маленький отдаленный поселок Большой Немныр, где они нашли свой дом. Как живет большая семья в нашем следующем сюжете. Мы у мамы и папы семь гномов, а наша сестричка – Белоснежка. Так говорят сыновья Натальи Прокопьевой. Родные дочь и два сына – уже студенты, пятеро приемных – школьники. Младшинки – бывшие воспитанники Алданского детского дома. Они приехали к Наталье Васильевне в поселок Большой Немныр, что расположился в 70 километрах от районного центра, три года назад. Мальчики, потому что у меня в семье два парня и девочка, лапочка. И парни у меня свои дети, я их люблю, потому что они, ну, как вам сказать, они в основном лучше, чем девчонки были у меня. Семья Натальи Прокопьевой носит статус опекунской. Приемные родители вознаграждения не получают. Им выплачиваются лишь пособия на содержание детей. Впрочем, родительская забота и сыновняя любовь измеряются вовсе не рублями. У Натальи Васильевны супруг-охотник, то есть они ходят на окоту, где-то на рыбалку, в тайгу. Они собирают ягоду, грибы, то есть там у них дача. Быть мамой, говорит Наталья Васильевна, это колоссальная духовная работа. В ее семье сейчас идиллия. Мальчишки, вновь обретенных родителей, обожают. Между тем, в первое время не обходилось без сложностей. Кризис в отношениях между детьми и взрослыми едва не разрушил семью. Причиной затяжного конфликта стало подростковое бунтарство. Тогда наладить отношения опекунской семье помогли сотрудники службы сопровождения детского дома. Но, безусловно, главную победу одержала Наталья Васильевна. Когда приемные сыновья вдруг назвали ее мамой, женщина поняла, что любые сложности она преодолеет. Своим детям простит все и всегда поймет их. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Дмитрий Заливин, НВК Саха, Алдан.